Самые сильные спортсмены собрались в выходные во дворце спорта «Норд». Здесь проходил чемпионат Неницкого округа по пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг также называют силовым трейборьем. В него входят три упражнения – приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. Квалификация спортсмена определяется по сумме веса взятого в этих упражнениях. По мнению организаторов, чемпионат 2018 года – самый массовый и зрелищный. Участие в нем приняли более 40 спортсменов в возрасте от 11 до 50 лет. Радамир Марков занимается пауэрлифтингом три года, регулярно посещает тренировки. Но считает, что главное все же не победа, а участие. Я сегодня так выступаю, не для победы, да. Пауэрлифтинг – один из самых популярных сейчас видов спорта, как среди юношей, так и среди девушек. Но для того, чтобы успешно выступать на соревнованиях, важно регулярно тренироваться, считает педагог Валерий Мартынов. Впрочем, главный судья соревнований Руслан Костылев считает, что спортсмены подготовлены неплохо. Ну, подготовка довольно-таки неплохая. Многие ребята показывают довольно-таки высокие результаты. Результаты нормативов кандидатов в мастера спорта выполняют двое на данный момент спортсмена. И трое спортсменов первый спортивный разряд. Впервые выступили. Таким образом, в абсолютной категории среди женщин победа за воспитанницей Норда Галины Подлёдного. Кроме того, она выполнила первый спортивный разряд. У мужчин в абсолютном зачёте лидерство за Виктором Поповым. Кроме того, спортсмены Сергей Ермолин, выполнивший первый спортивный разряд, Александр Кисляков, ставший кандидатом в мастера спорта, и Галина Подлёдного будут защищать честь округа на всероссийских соревнованиях в Москве. Иван Никонов, Ольга Руссул, Владислав Носкин, Телеканал Север.